Всем привет, друзья! С вами Лориэль, и мы продолжаем с вами наши приключения в World of Warcraft, а именно прокачиваемся нашего охотника на демонах. Так, и на сегодня у нас Пророк и Палач. Нас отправили... Нас отправили спасти Пророка Велена. Я принес весть от Килл-Джедена. Твой народ обречен. Справедливость будет восстановлена. Воу. Смерть предателям Дренея. Изуродуйте тропы, чтобы выжившие поняли, что их ждет. Так. Я молодец какой, а. Кракиш, на Эредарском это значит Палач. Килл-Джеден не случайно отправил к нам именно Эредара. Он очень изобретателен, когда речь идет о наказании неугодных. Так, Пророк, я на месте. Именно. Я знаю, у тебя срочное дело. Но если мы не остановим вторжение демонов, мы все обречены. Этот барьер защищает мой народ, но поглощает все мои силы и внимание. Боюсь, на захваченную демонами территорию придется отправиться тебе. Окей. Спаси выживших и разрушь все порталы, что попадутся тебе в Экзодаре. Понял, принял, записал. Я не знаю, сколько еще смогу удерживать барьер. Пробейте защиту Пророка. Чего бы это не стоило. Так, ну вот мы сейчас разберемся тут со всем. Ага. Понял. Как пожелаешь, Владыка. Ломаем. Минус портал. Сотягиваешь неизбежное. Слуги, расставите этого червя. Не могу достать. Ох, тут бойцов сколько. Мое почтение. У вас прям толпа набежала такая хорошая. Ничего. Сейчас, значит, всю толпу и покажу. Я не могу атаковать, Адус. Так, уничтожаем. Что у нас здесь? Кто-то, скорее всего, прячется, да? Спасайся. Я погнал. Ага, тут. А не, я думаю, проход он вроде как должен быть. Разберемся. Следующий портал. Слушайте, очень удобно, кстати. Охотникам-то на демонов. Понятно. Не дали. Ну, ладно. Коль не дали, придется вас просто уничтожить. Подрываем. Идем к следующему. Блин, походу, вступил я в бой. Опа. Надо же, хлопнул. Спасайся. Тут какой-то квест. Здравствуйте. О, я помню этот квест. Не сдавайся. Так. Мы вступим в бой по твоей команде. Так, готово. Слезай мне, когда все будет готово. Поехали. Слезай, мы победили. Так. 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 Возвращаемся. Возвращаемся. Не могу достать. Так. Опять там эта хинея идет вся. Так. Тех здоровяков я агрить не буду. Помню, в прошлый раз я именно так и поступил. Подумал, что я дофига герой. В итоге мне потом знатных люлей вписали. Страх и ужасов. Светите врага. Нужно побольше подлечься. Слишком далеко. Так. Эти ребята могли бы мне и помочь, в принципе. Не могу достать. Не подходяй, что все. У меня нет цели. Нужно подойти поближе. Сюда, сюда, сюда. Хорошо. Не могу достать. Ох, сразу ему как вписали. Так, ну и долго еще. Сюда. Уважаемый. Не могу достать. Ах ты, блин, какой залетчик-то. А это сестры, да? Так, проходим. Уважаемый, сюда. Еще сестры будут. А ой, будут. И не одна. Крыжочек. На. Свободен. Очень круто, что и дополнительное задание сразу сделалось. Как-то ранее я так не делал. А вот, собственно, и боец невидимого фронта. Ого. Да, его даже ничего не тормозит. Нужно нападающий поближе. Меня бей, скот. Ох, конечно, на нем эффекта. Походу, там все на него скинулись. Конечно, агра на нем минус 15. Это очень интересное значение. Ранее такого я не... Ох ты, блин, опять страх. Свободен. Я постараюсь помочь тебе. 7-4. О, да. Помимо пророка тут еще масса занятий у меня. Я просто так отвлечься решил. Тут мне надо, вон, спасти жителей. Так, вижу портал. Мой выход. Уничтожаю портал. Ты стоишь на пути армии Саргераса. Сестры, принесите мне голову этой твари. О, а вот еще один портал. О, почта. Не работает почему-то. Жаль. Так, что у нас здесь? О, здесь детишки. Надо спасти их. Все, пожалуйста. Успехов. Куда там нам дальше? Какой-то там псарь. Можно и на псаря сходить. Бягу. Сейчас только портал бомбану. Тебе удалось разрушить большинство порталов и лишить Ракиша подкрепления. Теперь сосредоточься на спасении выживших. Обязательно. Сейчас только я тут разберусь. Ой-ой-ой, вот это вот вообще беда может быть мне. О, мама родная. У ворота. Фу. Было стрёмно. Сюда подошел. Койот. Вообще что-то. О, чёрт. Походу я заагрел. Ладно, тогда превратимся в демона. Ага. Ясно, можно было не юзать. Чуть я забыл. Уже что надо. Читать, к сожалению, сейчас не самое лучшее время. Поэтому я решил сразу заюзать. Так. Опять 25. Воу-воу-воу-воу-воу. У ворота, у ворота. Фу, жесть. Просто жестяк. 7-6-3. А, уже не нужно тебе. Чуть я не заметил. Пошел вон. Шакал. Так, а сколько мне их человек надо? Много. Ну, ничего. Спасайся. Замечательно. Нападавшие отброшены. Пришла пора очистить наши чертоги от всех следов демона. Эксадар снова будет принадлежать нашему народу. Слушаюсь, пророк. Так, выходим. Так, а вон и пророк. Так. Так. Показать. Боюсь, у нас мало времени. Ракиш еще жив, и он где-то рядом. Ему нужно остановить, иначе мой народ не обретет покой. Я знаю, через что тебе пришлось пройти, и что ты несешь страшную весть. В твоих руках нечто очень важное. Покажи мне. Показать. И куда же мы пойдем-то, е-мое? Я готов, погнали. Показанный тобой предмет называется Сердцем Света. Это дух первого Наару, Сера. В нем заключена мудрость и знания, необходимые для борьбы с Пылающим Легионом. Ну, тогда вперед. Орос блокировать этот дух сможет лишь потомок Зера. Поэтому тебя и прислали сюда. И в этом истинная причина нападения Легиона на Эксадар. Орос, последний потомок Зера, находится в Эксадаре без защиты. Если он умрет, мы никогда не узнаем, что таит в себе Сердце Света. Для пророка, ты на редкость плохо делаешь прогнозы. Ой-ой-ой. Ну окей. Не вопрос. Я даже могу немножечко попланировать. Лечу, лечу. Так, ну а вот мы и на месте. Мы успели. Милостью Света и во славу его я исцелю Ороса. А затем мы покончим с Ракишем. Ты проиграл, Ракиш. Орос исцелен, а тебе предстоит ответить за все зло, что ты сотворил. Ах, вот и герои явились. Ты думаешь, что одолел меня, Белин? Прежде чем я сдамся и приму правосудие Света, мне нужно завершить одно дело. Не знаю поражения, побегу не оценить. Умрите! Ну и че, сражаться будем? Так, че за лаги непонятные? Не хватало мне сейчас кого-нибудь дисконнекта здесь. Или еще какой дичи. Блин, ну бить, конечно, 12 миллионов, это сильно. Сильно и долго. Ну, может, Велин чем-то поможет. Походу, ничем он не поможет мне. Ну че, в любом случае, 70% снял уже. Ой, 70, боже мой, 30 снял, 70 досталось. Поглядим. Так, еще. Еще дофига. Бить и бить, а? Кошмар какой-то. 50% успешненько прошли. Двигаем дальше. Так, осталось буквально 30%, блин. Грубо, если вы победили, я не допущу этого ценой своей жизни. Песник арбуса принесет вам победы. Скоро уничтожитель дополнится и взорвется подобно умирайте звезде. Все вокруг нас обратится в беде. Все это неправильно. Я уже был здесь. Но тогда это значит... Не может быть. Нет. Ракиша нельзя убивать. Остановитесь. А велено можно? Что? Тогда мне придется остановить вас. Ой-ой-ой. Ого, нифига. У велено тоже там крыша Децл съехала. Но это нормально. Не могу достать. Прыжок, ёпта. В свой последний час я увижу ваши искаженные огонь и лица. Достойная награда перед смертью, которую я радостно приму. Хочешь знать, предвидел ли я этот день? Да, предвидел. Но до сего момента не осознавал. В далекие времена у меня был сын. Когда он родился, мне было видение. В нем я плачу над умирающим Эридаром. Его кожа тронута скверной и покрыта шрамами. Как твоя. Когда Килджеден забрал мою семью, я отринул это видение. Долгие годы оно спало в глубине моей памяти. Теперь, благодаря тебе, я все понял. Здесь твоя миссия выполнена. Возьми сердце и возвращайся к Адгару. Скажи ему, что сегодня здесь померк свет. Удачи! Так, и по сути-то мне нужно только в Долоран, да? Заюзаем маяк Кангара. Так, 7-6-3. Возьму пояс. Точнее, это не пояс, наручи. Спасибо. Так, ну что ж. Натиск света. И что это у нас за задание такое? А, плот класса. Окей, сбегаем во плот класса, не вопрос. Вперед, вперед, во плот. Однако, опасно. Погнали в оплот. Так, кому мне что надо сдать? Ага, вижу. Миссия выполнена. Миссия выполнена. Так. Возможно, мне надо куда-то вниз. Мы последняя преграда на пути Легиона. Так. Чего же начать? Думаю, по-настоящему важной была не только моя битва с демоном. Розелих и Сквернитель был повелитель ужаса, которому поручили покорение выжженных земель. Я отправился туда, чтобы остановить его, но все пошло не так, как я ожидал. В итоге, Сквернитель вселился в меня, а я пожертвовал собой, чтобы погубить нас обоих. Целую вечность наши души сражались в чародейском клинке. Так. Через некоторое время клинок был уничтожен. Наши души спаслись, но... Но их тут же отравили, а отправили в круговерть пустоты. Однако душа демона разделилась. Ай, разве необычайно сильна? И как нередко происходит у повелителей ужаса, скоро оно сформировало новое тело. Так. Новое тело. Говорят, что убить повелителя ужаса можно лишь в круговерте пустоты. В этом новом теле наши души продолжают бороться друг с другом. Большая часть времени я держу повелителя ужаса в узде. Это нелегко, но охотники на демонов привыкли бороться с демоном внутри. Не успел я опомниться, как нас уже вышвырнули из круговерти пустоты и призвали в пылающий легион на войну с Азеротом. В битве за врата пламени Скверны я приложил все усилия, чтобы помешать их замыслу. Дальше ты все знаешь, твои защитники спасли меня, и вот тут стою перед тобой я. Я буду рад тебе служить, если ты примешь мою службу. Я знаю, что ты... Что было известно Аразелиху. Я хочу помочь в борьбе против легиона. Конечно. Так. Представляю доступ к порталу в круговерть пустоты для призыва могущественного демона, победив которого, вы и ваши союзники сможете получить бонус для защиты и с некоторой вероятностью сокровища. А это позволяет использовать свой санкрон, но она повышает вероятность успеха при выполнении задания. Хм. Давайте это. Не склоняйся. Так. И я смотрю, тут еще что-то есть. Но мне, наверное, надо бы расследовать сюда. Причем уже очень давно пора. Раз. Два. Три. Четыре. Надо немножечко освободить инвентарь. Не сейчас. А когда, если не сейчас-то, е-мое? Так. Замечательно. Что у нас есть? Увеличить урон от инфернального удара. А инфернальный удар это что у нас? Ага. А даже не знаю я вам, что я вам могу сказать-то. Так, это у нас что? Каждый поглощенный урон фрагмент души уменьшает весь получаемый урон на 3% в течение 4 секунд. Ясненько. А это? Каждый раз, когда вы поглощаете фрагмент души, вы с некоторой вероятностью можете активировать метаморфозу на 5 секунд. Интересно. При использовании иссечения. Ага. Так. Усиление оберега во время своего действия повышает вашу ловкость. Усиление оберегов. А где оно вообще? Его хоть юзы? Так. Демонические шипы. Понятно. Печати. Понятно. А, вот оно. А так я его практически и не использую. Давайте я все-таки пойду, наверное, в эту сторону. Так. В течение первых 3 секунд после активации, вы вашу вероятность принимаете дополнительную. Прикольно. Возьму это. Годнота. Потом сюда. Да. Так. Ну, хоть что-то прокачал. И это хорошо. Мне бы теперь какого-то торговца бы найти. Сбагрить ему весь хлам, что у меня тут скопился. А у меня его хоть отбавляет. Так. Давайте, наверное, выберемся наружу. Ну, не наружу. Поднимемся наверх. Потому что... Что-то тут есть мне, да, с кем переговорить. О, добавляет плюс 300. Неплохо. Помни, Легион хочет уничтожить все миры, а твой мир первым. Спасибо за инфу. Ну, я как-то и не знал. Так. Сюда. Что у нас тут важное? По всей видимости, это... Поехали. Это шану, да? Да, предмет первой необходимости. Так. Ну и что? Я думаю, на сегодня это все, друзья мои. Остановимся с вами в нашем оплоте. Всем спасибо за просмотр. Обязательно поддержите видео лайками. Подписывайтесь на канал. И всем до новых встреч. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok